Всем большой привет! С вами Виктория. Сегодня готовим тыквенные маффины. Кексы в силиконовых формах. Я буду использовать формы для Хэллоуина, но вы же можете использовать любые другие формы для приготовления кексов. Получается очень вкусно, занятно. Детки тоже останутся довольны. Такие оригинальные кексики можно приготовить вместе с ними. Кстати, все натурально, без красителей. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и оригинальных рецептов. В миске смешиваем 2 яйца, щепотку соли, добавляем 100 грамм белого сахара и 50 грамм коричневого сахара. Перемешиваем венчиком. Можно даже слегка взбить. Затем добавляем 120 миллилитров еле теплого молока, растопленное сливочное масло и растительное масло. Можно использовать что-то одно. Добавляем 300 грамм тыквенного пюре. Как приготовить тыквенное пюре, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Ссылочку на него я вам оставлю в описании. Все тщательно перемешиваем. По вкусу добавляем ваниль. Вместо ванили можно добавить сок, цедру, лимона или апельсина. И затем начинаем просеивать сразу всю муку. У меня 320 грамм. Конечно же, ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. Сначала я рекомендую добавить 270 грамм, перемешать. Посмотреть, и если нужно, добавить еще плюс-минус 50 грамм. Просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. Если вы пользуетесь содой, то погасите 1 чайную ложечку соды уксусом. Полное количество всех ингредиентов в граммах я вам оставила в описании под видео. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Гладкое и однородное. Подготавливаем формочки. У меня вот такие сегодня силиконовые формочки 3D. Такие формы можно легко найти в интернете, написав в системе поиска силиконовые формы для кексов на Хэллоуин. Но, как я уже сказала, можно пользоваться любыми формочками для кексов, привычными для вас. Заполняем наши формы тестом. Примерно на 2 трети части. Духовку уже нужно поставить разогреваться на 180 градусов. И отправляем запекаться маффины примерно на 40-50 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. У меня маффины запекались ровно 40 минут. Проверяем их деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая. И затем вот так аккуратно и легко достаем наши кексы из формочек. У меня получилось ровно на 16 штук. Но, учитывайте то, что у меня формочки довольно большого размера. Поэтому, если у вас формочки меньшего размера, то у вас получится намного больше. Обратите внимание на формы. После того, как я достала из них кексы, они остаются абсолютно чистыми. Ничего не прилипает. Обязательно приготовьте кексы по такому рецепту. Получается очень вкусно. Посмотрите, как они смотрятся в разрезе. Это какое-то тыквенное чудо. И красиво, и вкусно, и оригинально. Всем желаю приятного аппетита, прекрасных праздников. Напишите мне в ваших комментариях, какую выпечку готовите вы на Хэллоуин. А я всем желаю всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория. Субтитры подогнал «Симон»!